Специалисты, создающие Центры борьбы с пандемиями, уверены, для эффективной профилактики, диагностики и лечения социально значимых заболеваний необходимы технологические прорывы в области здравоохранения. Наиболее значимы – разработки Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора. Именно эта организация курирует новый Центр пандемии в ДВФУ. Благодаря большой совместной работе создан план подготовки специалистов по борьбе с пандемическими угрозами в АТР. Мы собираемся заниматься здесь обучением студентов методом лабораторной диагностики в области микробиологии, молекулярной диагностики, генетики, но также эта база может быть в дальнейшем использована для проведения научных исследований. На пресс-конференции рассказали не только об эпидемиологической специфике АТР, но и о главных трендах биомедицины, таких как генетика, молекулярная онкология, диагностика инфекционных и вирусных заболеваний. Центр по борьбе с пандемическими угрозами станет еще одним интегрированным научно-образовательным проектом на Дальнем Востоке. Основная задача – это, конечно, современная диагностика инфекционных заболеваний. Уже сейчас первый образовательный курс проходят специалисты из Вьетнама. Они изучают болезни и риски, возникающие при контакте с химическими веществами. Свою заинтересованность высказали и представители Китая. В дальнейшем мы планируем рекламировать этот центр в рамках всего регионов, как для российских наших сотрудников, так и стран дальнего зарубежья, в первую очередь Юго-Восточной Азии. Новый центр, оборудованный по последнему слову техники, позволит на регулярной основе с использованием российских методик и подходов проводить повышение квалификации эпидемиологов, вирусологов, бактериологов из России и стран АТР. На сегодняшний день при помощи научных разработок Центра эпидемиологии Роспотребнадзора в России качественно диагностируется более 200 инфекций, включая социально значимые. Маньчжурские ландшафты и наши муссонные ландшафты – это как раз центр генетического разнообразия для многих возбудителей инфекционных заболеваний. И не изучать здесь их – это значит существенно оголять систему биологической безопасности Российской Федерации, по крайней мере, на Дальнем Востоке. Плотность населения в странах АТР такова, что есть все условия для стремительного распространения опасных инфекций, таких как атипичная пневмония, высокопатогенный грипп, ВИЧ и другие. Поэтому значение центра трудно переоценить. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.